Девушки отдыхают 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 В шел эшелон В холодных вагонах Ехали сотрудники Оружейного КБ Сергея Симонова Вместе с ними Был шестилетний Племянник главного Конструктора Володя Боргеза конечно не знал Что этому мальчику Предстоит создать Оружие Которое поставит на пути подводных диверсантов надежный заслон. Мне запомнилось оружие именно стрелковое, штыки и так далее. Впрочем, и Владимир Симонов никак не мог знать, что в далеком уральском городе родилась девочка Лена, которая станет его спутником в работе и жизни. После ранения отца перевели в кавалерийское училище подольское. В 1945 году по окончанию войны вызвал семью, то есть нас. Мне было 4 года. В подмосковном Подольске судьбы будущих конструкторов подводного оружия пересеклись. Сюда же после войны перевели к Абе Симонова, а вместе с ним приехал и Владимир. Познакомилась с мужем, будучи студенткой. Он был студент, я студентка. Учились, встретились просто в городе. Просто заинтересовались друг другом. Ну и решили создать семью. В 1962 году, когда они познакомились, разразился Карибский кризис, едва не закончившийся ядерной катастрофой. Это послужило началом новой стратегии холодной войны, получившей название «гонки вооружений». В сложившейся ситуации научно-техническая разведка приобрела особое значение. 20 июня 1963 года. Москва начальнику главного штаба военно-морского флота СССР. Совершенно секретно. Американская военно-морская разведка подготовила перечень под ходовым названием «Песчаный доллар». В нем указаны координаты мест падения наших баллистических, корабельных и авиационных крылатых ракет. Разработан план сбора фрагментов нашей ракетной техники. Непосредственное выполнение работ возложено на отряды спецводолазов. Начальник первого управления КГБ при Совете Министров СССР. Советский Союз ответил на эту информацию созданием собственных малых подводных лодок и увеличением числа подводных разведывательно-диверсионных отрядов. Также были построены специальные противолодочные корабли. В конце 60-х два из них, Москва и Ленинград, вошли в состав Черноморского флота. Однако вскоре выяснилось, что принятых мер явно недостаточно. В 1967 году во время учений в районе полуострова Русский были впервые использованы сверхсекретные образцы советского минного оружия. Спустя всего два месяца неприятным сюрпризом для командования нашего флота стала выставка в Нью-Йорке, на которой журналистам были продемонстрированы две секретных советских мины. Секретные образцы были украдены американскими боевыми пловцами прямо с учений. Это был сильный удар по самолюбию и престижу великой державы. Буквально через месяц приказом министра обороны были созданы отряды подводных противодиверсионных сил. Придет время, и советских боевых пловцов на Западе назовут морскими дьяволами. А тогда флоту предстояло оснастить новые подразделения экипировкой. А главное – оружие. В 1968 году представитель главного штаба ВМФ прибыл в Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. Специалисты института принимали участие в разработке многих образцов специального стрелкового вооружения. Но никогда не сталкивались с такой неожиданной тематикой. Это другая среда применения оружия. И сложность заключалась в том, что для того, чтобы выработать совместно с заказчиком тактико-технические требования к создаваемой системе... Задача, поставленной руководством военно-морского флота, казалась фантастической. Всего за год создать действующий образец оружия, не существовавшего ни в одной стране мира. Директор института Сабельника созвал ведущих специалистов на научное совещание. По сути, это был мозговой штурм. Именно на этом совещании определился облик будущего комплекса подводного оружия. Создавать нужно именно комплекс вооружения. Комплекс вооружения, который в себя включает элементы патрона, оружие. Так как времени на серьезные исследования не оставалось, было принято решение создать максимально простое оружие – подводный пистолет. Но прежде нужно было разработать специальные подводные боеприпасы. Здесь же на совещании были сформированы группы по созданию патронов двух типов – активного и реактивного. Первый представлял собой обычный патрон, приспособленный для стрельбы под водой. А второй – малогабаритную ракету калибром 7,62. Самое главное – просто обеспечение устойчивости, обеспечение приемлемой дальности стрельбы, потому что сопротивление очень большое. И здесь на первом году, так будем, мы кувыркались в разных вариантах. 1969 год. После провала мирных переговоров с руководителями Северного Вьетнама, США предприняли очередную попытку решить проблему военным путем, возобновив бомбардировки Ханое и Бас-Виткона. Вьетнамцы успешно отражали налеты с помощью советских зенитных комплексов С-75. Вооружение и техника из СССР шли морем. США объявили о блокаде северо-вьетнамских портов. Руководитель СССР Брежнев дал поручение министру обороны подготовиться к возможным боевым действиям по снятию блокады. 20 декабря 1969 года. Москва, Кремль, генеральному секретарю ЦК КПСС, товарищу Леониду Ильичу Брежневу. Совершенно секретно. Флот выполнит любую задачу, подготовленную руководством страны. Однако следует учитывать, что в случае начала боевых действий мы окажемся в невыгодных условиях. Особая озабоченность вызывает недостаточная охрана кораблей в местах стоянок. По нашим данным, американское командование перебросило во Вьетнам диверсионную группу специального назначения ВМФ США сил Тюлени, министра обороны СССР Гречко. Брежнев выразил резкое недовольство тем, что мощный флот, способный за несколько минут стереть с лица земли целые континенты, оказался не готов выполнить локальную боевую операцию. Руководство ВМФ обратилось в НИТОЧМАШ с требованием об ускорении разработки подводного пистолета. Лаборатории и отделы института заработали в авральном режиме. Параллельно с исследованиями опытными, исследованиями практическими и стрельбой необходимо было разрабатывать теоретические основы. Теоретические основы внутренней баллистики подводного выстрела, теоретические основы внешней баллистики подводного выстрела, теоретические основы проектирования как патрона, так и оружия для ведения стрельбы под водой. Иван Касьянов, руководитель группы активного боеприпаса, неожиданно нашел парадоксальное решение проблемы устойчивости полета пули в воде. Считалось, что для лучшей обтекаемости она должна быть острой. Но исследуя труды по гидродинамике, он натолкнулся на описание торпед в воздух-поверхность. Для лучшей устойчивости их головная часть, наоборот, была сделана плоской. Это плоская среза. Она называется кавитатором в гидродинамике. С него срывался поток воды и образуется каверна большой длины. И тело касается воды только вот этим кавитатором, плоскостью. И создается лобовое сопротивление. А корпус находится в воздушно-капельном состоянии. Была изготовлена экспериментальная партия патронов с затупленной пулей, которая, к удивлению конструкторов, обрела нужную устойчивость в полете. Наступил черед создателей самого оружия. Конструкторами назначили Владимира и Елену Симонова, которые прошли прекрасную школу знаменитого оружейника Сергея Симонова. Подводный пистолет стал первой самостоятельной работой молодых конструкторов. Елена и Владимир продумывали каждую мелочь будущего пистолета. Взять Макарова. У него есть и самозвод, и принудительное отведение курка. Вот. Здесь решили только самозвод. Почему? Потому что пловец должен быть всегда готов, пролезая через водоросли, через плотные воды и так далее. То есть самозвод – это решение неотъемливое для пистолета. Много споров возникало вокруг того, сколько зарядов должно быть в обойме подводного пистолета. Подводные диверсанты действовали, как правило, тройками, поэтому было решено сделать пистолет четырехзарядным. Внешне он сильно отличался от сухопутных образцов. Четыре ствола были соединены в единый блок. Перезарядка осуществлялась с казенной части, аналогично охотничьим ружьям. Елена и Владимир Симоновы много времени уделяли удобству оружия и экипировке. У пистолета запасные пеналы, то есть у нас в обойму снаряженные патроны, длинные. А как их хранить? Ну, вот эти четыре выстрела должны быть какие-то, где хранить? Поясной ремень. То есть у нас столько было оборудования этого, водолазных этих костюмов. Где закрепить? Как закрепить? Сколько? Сторонники реактивного принципа подводного оружия разработали свой боеприпас и оружие. Для проведения сравнительных испытаний группа специалистов отправилась в Институт водолазного снаряжения в Феодосии. Стрельбы выявили преимущество активного боеприпаса. Разработчики активно-реактивного комплекса Ширяев и Матвейкин возразили, что здесь нет боевых пловцов. Они не умеют стрелять, поэтому или вы специально тут загробить хотите активно-реактивный принцип. Возникла конфликтная ситуация. Чтобы окончательно разобраться, группа разработчиков приехала в Севастополь, где уже был сформирован первый противодиверсионный отряд. Но бесстрашные бойцы-подводники неожиданно отказались от участия в воспитании. Среди военных бытовало устойчивое мнение о том, что выстрел на глубине обязательно приведет к глухоте. Пришлось убеждать моряков в безопасности стрельбы под водой. Дело век как. Один пловец заходил по плечи с пистолетом, другой ставился на 50 метров, он нырял и отстрелял. Ощущение. Выходил, показывал палец во. На 5 метров и доходил вплотную. Наконец убедившись, что даже на самом близком расстоянии выстрел безопасен, военные дали добро на проведение испытаний. Чтобы боевые пловцы проявили больше старательности, им было сказано, что результаты стрельб пойдут в зачет. Но неожиданно это сыграло злую шутку с конструкторами. Когда вытащили щит, по которому стреляли активно-реактивные пули, то у нас, что называется, ваза на лоб полезли. Почти что пуля в пулю. Ясно, что даже на воздухе из обычного армейского, там, милицейского пистолета таких результатов не получить, как там. Что же закралось в сомнении, что же случилось. Секрет поразительной точности, впрочем, выяснился довольно быстро. Матрос хотел получить зачет по стрельбе и схитрил, стреляя в мишень, в упор. Результаты повторных испытаний поставили все на свое место. В 1971 году на вооружение был принят активный патрон конструкции Касьянова, калибра 4,5 мм. Его главным визуальным отличием была чрезвычайно длинная пуля, 14,5 см, которую подводные пловцы назвали «летающий гвоздь». Такой летающий гвоздь на расстоянии 10 метров легко пробивает любую экипировку подводного диверсанта и даже его кислородный баллон. Вскоре подводный пистолет прошел основные государственные испытания. Они еще не завершились, а на Тульском оружейном заводе уже приступили к производству. Елена и Владимир Симоновы практически не бывали дома. Особенно трудно было Елене, которая недавно родила третьего ребенка. Пистолет уже принят на вооружение, у нас третий ребенок уже был. Вот, так что приходилось много бабушки выручать, и серийное производство, и в Тулу приходилось ездить постоянно. И по неделям там, по месяцам быть. Специальный подводный пистолет оказался чрезвычайно удачным. Примерно в это же время аналогичное оружие было разработано в Америке. Однако наш пистолет обладал лучшими характеристиками по дальности поражения, удобству и надежности. Специальный подводный пистолет – это первое огнестрельное оружие, которое может выполнять задачи как на суше, так и под водой. С его появлением бойцы морского спецназа получили еще один весомый аргумент для выполнения своих задач. Субтитры создавал DimaTorzok Ноябрь 1971 года. Подводная лодка «Халиват» из состава специальных подводных сил США тайно вошла в территориальные воды СССР в Охотском море. Американская лодка зависла над подводным кабелем связи, проходившим по дну залива Шелихова. Спустя несколько минут через специальный шлюз на дно высадилась группа глубоководных водолазов. 30 ноября 1971 года. Пентагон – директору разведывательного управления Министерства обороны США. Совершенно секретно. Операция «Колокольчики плюща» прошла успешно. Установлено специальное оборудование на подводный телефонный кабель, связывающий советский ракетный полигон «Кура» и базу подводных лодок Крашенникова с материком. Сеанс перехвата продлился трое суток. Начальник отдела подводной разведки. Вскоре следы пребывания американских боевых пловцов обнаружили наши отряды противодиверсионной службы во время обследования линий связи. Обстановка складывалась очень напряженно. Советские водолазы в любую минуту могли встретиться под водой с превосходящим по численности противником. Командование ВМФ срочно объявило конкурс на разработку более мощного подводного оружия – «Автомака». Владимир и Елена Симонова с азартом взялись за новое дело. Хотя тогда многим сама идея подводного автоматического оружия казалась нереальной. Руководство нашего направления говорит, да нельзя этого сделать. Ну как это в воде, автоматика. Ну попробуйте, возьмите там что-нибудь, попробуйте. Работа автоматики в плотной водной среде действительно поставила перед Владимиром и Еленой Симоновой много проблем. То в одном месте просверлим, то в другом месте просверлим. Вот, стволы есть, автоматы поддержанные есть. Ну и в конце концов дырки делали, то есть автомат Калашникова уже довели до негодного состояния, но заставили части двигаться. Вскоре на базе подготовки боевых пловцов в Севастополе начались испытания четырёх различных образцов подводного автомата. Самым трудным и опасным оказалось испытание на предельной для водолазов 40-метровой глубине. Никто, в том числе конструкторы, не знали, как поведёт себя оружие в столь трудных условиях. Я сперва давал задание пловцу, чтобы он развёл одиночные выстрелы, двумя выстрелами, тремя выстрелами. И когда, значит, я был страшно, ну как бы не удивлён, а обеспокоен тем, что стрельба стала производиться автоматически, непрерывным огнём. Когда я задал вопрос, зачем вы это сделали и почему, а он говорит, я обрадовался, что, значит, автоматическим огнём можно стрелять и не ковыркаясь, не опрокидываясь и так далее. Вот этот момент. Но не все автоматы прошли испытания в непривычной среде. Один из альтернативных образцов взорвался в руках у испытателя. Это будет очень серьёзный момент. То есть пловец каким-то чудом, хорошо, что этот стенд был мощный, и он за этот стенд мог спрятаться. Это был невероятный случай. Вот, значит, невероятный случай. И его сразу сняли. Лишь образец Симоновых отстрелял без происшествия. В 1975 году автомат подводной специальной АПС был принят на вооружение. Автомат получился лёгким и удобным. Однако неожиданно специалисты столкнулись с проблемой низкой точности стрельбы боевых пловцов. Это, естественно, под водой были свои нюансы. Например, при стрельбе очереди пловца силой отдачи относила на несколько десятков метров. Даже прицеливаться нужно было с поправкой на преломление воды. Специалистам НИИ ТОЧМАШ удалось устранить и эту проблему. В начале 80-х началась беспрецедентная операция по извлечению подводных американских станций прослушки. В обстановке секретности группы боевых пловцов, вооружённые уникальным подводным оружием, на всех плотах вышли в море. Для американцев внезапное исчезновение станции было шоком. Но потом они очень удивлялись, куда исчез этот прибор, и почему от него не поступает сигнал. Станции прослушки вместе с ценнейшей информацией были потеряны для американской разведки. Этот раунд подводной дуэли остался за советскими морскими дьяволами. Подводный автомат поступил на вооружение не только ВМФ, но и практически всех советских спецслужб. Так в 9-м управлении КГБ, занимавшемся охраной первых лиц государства, было создано своё подразделение водолазов. Им было предложено выбрать любое оружие, включая зарубежное, но они предпочли отечественный АПС. В 1989 году во время встречи Михаила Горбачёва и Джорджа Буша на острове Мальта сотрудников американской секретной службы поразило, что их коллеги из КГБ, охранявшие встречу, были вооружены подводными автоматами. Ничего подобного у американцев не было. Встреча двух президентов положила конец холодной войне. Но уже совсем скоро в обеих стран появился новый, очень коварный противник. 1997 год. Штат Флорида. Делегация российского института ЦНИИ Точмаш прибыла на военно-морскую базу Корпуса морской пехоты США. Цель встречи – познакомить американских военных с разработками института в области специального стрелкового оружия. Американские морские пехотинцы впервые получили возможность увидеть и проверить в действии советский пистолет «Кюрза», снайперский комплекс ближнего боя «Винторез», бесшумный автомат «Вал» и подводное оружие. Мы всегда брались и беремся за решение тех технических проблем, которые на сегодняшний день по состоянию развития науки и техники кажутся нерешимыми. И вот создание подводного стрелкового оружия, автомата, как раз является примером такого подхода. То есть до сих пор никто еще в мире не смог даже повторить эту разработку. Интерес к подводному оружию объясняется возникновением новой угрозы для всего цивилизованного мира – терроризма. Многие экстремистские группировки организуют собственные школы подготовки подводных диверсантов. Опасности подвергаются не только корабли, но многочисленные стратегические объекты на побережье и у водоемов. Например, такие, как атомные электростанции и химические заводы. Подводная дуэль продолжается. Изменился лишь главный противник, а значит российским боевым пловцам по-прежнему будет необходимо самое совершенное оружие. Сегодня несколько институтов используют идеи конструкторов Елены и Владимира Симоновых для создания нового поколения подводных автоматов и пистолетов. В ближайшее время эти образцы поступят на вооружение российской армии и флота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова